Проехали на машине по острову Татышев, боком проскочили по Вантовому мосту и дрифтовали на площади УБКЗ. Такой заезд по пешеходной зоне устроили юные лихачи. Их уже оштрафовали, но сильнее всего гонщикам досталось от родителей. Как они сами объясняют свой поступок, расскажет Наталья Архипова. Короче, у Сережи в этом месяце на штрафы выделено 200 тысяч рублей, поэтому он может просто ничего себе не отказывать. Золотой человек. И как уже известно сейчас, этого бюджета Сереже хватило бы на 60 таких поездок. Сначала с Ревом Лексус и Тойота летят по дорожкам Татышева. Не останавливаются, проезжают и по Виноградовскому мосту. Красиво. И после еще перформанс на площади у Филармонии. Видео ночных заездов набрали тысячи просмотров в соцсетях. И многих красноярцев не оставили равнодушными. Это плевок на все и вся с их стороны. Привлечь к ответственности. Машины на штрафстоянку дрифтеров подметать улицы, чтобы неповадно было. Из-за одного ребячества без тормозов какие-то полчаса пятно ложится на всех, кто просто аккуратно дрифтует на отведенных полигонах. А многие задаются вопросом, как вообще парни оказались в пешеходной зоне на машинах. Вот с мира проезд однозначно невозможен, потому что здесь даже на тротуарах стоит ограждение, а на проезжей части оно вообще двойное. Еще стоят бетонные блоки. На острове Татышев есть проезд для служебного транспорта и спецтехники, но в пресс-службе парка нам рассказали, что здесь парни точно не могли проехать. Тут все строго по пропускам и без них, тем более ночью их никто бы не пропустил. Лазейку найти удалось на другом конце стоянки у баскетбольных площадок. При большом желании и если не сильно переживать за машину, проскочить можно. Одного из водителей уже прозвали «маминым дрифтером». Речь о сыне депутата Бугучанского сельсовета, которая уже пообещала лишить свое чадо машины. На самом деле думали, что прав лишат или хотя бы какой-то арест наложат 15 суток как минимум. И когда это сделали, это уже пришло в голову. Вы просто не представляете, какие там эмоции зашкаливали, что во всей этой ситуации искренне жали именно маму. Потому что она у меня публичный человек, очень не хотелось бы, чтобы вот так это все обернулось для нее. На наш главный вопрос «зачем?» нарушители рассказали. Во-первых, поехали за эмоциями. Во-вторых, парни считают, что их поступка были благие намерения. Прежде чем мы это сделали, мы убедились в безопасности движения. Остров был хорошо освещен, народу на нем не было, но и видимость была абсолютной. Соответственно, из ряда вон выходящие мы ничего не сделали. Мы лишь привлекли внимание общественности к данной проблеме. Ведь на нашем месте могли быть какие-нибудь пьяные водители. После постов в сети гонщиков быстро нашли и пригласили на разговор в автоинспекцию. Как итог, отделались небольшим штрафом. Было вынесено по три штрафа. За управление транспортным средством по пешеходной зоне, за управление транспортным средством без полюса страхового, а также за технические неисправности. Общая сумма штрафа каждому из водителей составила по 3300 рублей. Прославившиеся автолюбители рассказали, что история про 200 тысяч на штрафы – это, конечно, шутка. Сама ситуация разовая. Пообещали так больше не нарушать. А в самом парке нам рассказали, что планируют укрепить ограждение. Наталья Архипова, Эдуард Баглай, Станислав Никифоров, 7 канал.